Господин председатель, уважаемые организаторы, спасибо вам большое за приглашение на эту удивительную конференцию здесь, в этом прекрасном городе Санкт-Петербург. Я абсолютно восхищен красотой этого города, должен признаться. Вы знаете, к сожалению, я не онколог, я кардиолог всего лишь, поэтому вся вот эта прекрасная наука, о которой вы здесь говорите, я ничего не понимаю. У меня много друзей среди присутствующих, и они, в общем, пытаются везде не объяснить мне, а в чем, собственно, вопрос. Вопрос первый – это достижение успеха. Вы молодцы, и это прекрасно. Ваши пациенты выживают, живут долго, и проблема, единственная, которая сейчас, одна из проблем, которая остается, это кардиотоксичность, так называемые. Сердечные заболевания, сердечные осложнения на сердечно-сосудистой системе после лечения онкологических заболеваний. К сожалению, иногда эти симптомы возникают долгое время спустя после лечения, но начинается проблема непосредственно в ходе лечения. Именно поэтому я бы так сильно хотел к вам обратиться, и прекрасно, что у меня есть такой шанс. Может быть, вместе мы сможем как-то предотвратить возможный ущерб сердечно-сосудистой системе. Я работаю уже на протяжении 20 лет, и мне доводилась честь работать с вами, с онкологами на совершенно разных клинических исследованиях. Ну, и мой основной посыл к вам – это общайтесь с вашими местными кардиологами на местах, потому что, ну, если затянуть, то проблема станет куда более серьезной. Много же лекарств, которые вы сейчас обсуждаете, очень имеют множество побочных эффектов на сердце. Сердце ведь это основной орган, да, какие бы, если клетки повреждаются или умирают, они не восстанавливаются, не возмещаются. Я имею в виду сердечные клетки. Именно поэтому в процессе эволюции в сердце выработались определенные механизмы выживания для того, чтобы сердце было в состоянии выживать без метоза. Именно какие-то из этих механизмов используются в ваших лечениях онкологических заболеваниях, однако существует масса негативных влияний на сердечно-сосудистую систему. Быстро хотел бы вам показать, это такая последняя разработка европейских сообществ, европейского сообщества кардиологов. Оно было представлено в России, и множество россиян являются членами этого сообщества. В сентябре будет опубликована, в Риме будет презентация, в сентябре 2016 года. Но как только оно будет опубликовано, я почту за честь отправить его вам, кому угодно, в ваше учреждение, в вашу больницу, каждому человеку, кто заинтересован в этой теме. В этом руководстве содержится масса полезной информации. Ежегодно в нашей клинике в Берне порядка 500 кардио-онкологических пациентов проходят. Если у вас есть молодые люди, какие-то заинтересованы в этом вопросе, пожалуйста, отправляйте их к нам в Берн на практику, я не знаю, на какой-то обмен. Мы с удовольствием их поучим и надеюсь, что сможем распространить нашу работу. Вот перед вами то, какие побочные эффекты на сердечно-сосудистую систему может произвести лечение онкологических заболеваний. Кардиотоксичность, кардиальная дисфункция, буквально самые первичные. Что же такое кардиотоксичность? В наиболее очевидном своем выражении при лечении онкологических заболеваний очень важно отличать сердечную недостаточность от асимптоматической дисфункции сердца. При сердечной недостаточности нужно понимать, насколько серьезно это состояние. И при сердечной недостаточности нужно задать себе вопрос, а стоит ли и возможно ли продолжать лечение подобное. Однако, если речь идет о асимптоматической дисфункции сердца, возможно, здесь есть способы как-то с этим справиться и продолжить лечение ракового заболевания. Сердечная недостаточность, как правило, приводит к систолической недостаточности. Совершенно разные здесь могут быть проявления. Сердечная дисфункция, систолическая сердечная недостаточность, масса других вариантов. Вот это исследование, в котором я также принимал участие. Вот данные ФЛЖ. Вот мы видим, что начало 70%. Нормальный показатель начала лечения рака мая 2004 года. Мы видим падение в течение лечения, лечения тростуземабом. Вот показатель ФЛЖ упал аж до практически 40%. Что случилось? Мы видим, что через какое-то время процесс восстановился и вернулось к нормальному. Очень важно дифференцировать эти две ситуации. Сердечная недостаточность и дисфункция сердца. Сердечная недостаточность – это очень опасно. Если ваш пациент внезапно страдает от дисфункции, то понятно, что это очень серьезное состояние. Сердечная дисфункция сердца – это такое падение мощностей сердечных. Но с этим можно как-то бороться. Есть определенные концепции, которые были разработаны моими коллегами и друзьями, коллегами, всем нас. Наших коллеги – это кардиотоксичность первого типа. И существуют необратимые повреждения первого типа. Это то, что необходимо избегать. Вот эти лекарства буквально убивают миоциты, которые затем не восстанавливают. Однако существует обратимая дисфункция тип второй. Она вызывает сердечную дисфункцию, которая не приводит к гибели клеток и может, в общем, быть восстановлена. Табличка перед вами, в общем, довольно тяжело в ней разобраться, но использовать ее, наверное, стоит в вашей ежедневной практике. В красной части – кардиотоксичные препараты первого типа. Антрациклины, в общем, мы, как кардиологи, мы не любим антрациклины, мы не любим, ненавидим антрациклины. Они убивают сердце, это то, что они делают. Зеленый цвет – это кардиотоксичные препараты второго типа. Вот мы видим сигнальные ингибиторы. Здесь частота кардиальной дисфункции, сердечной недостаточности. Мы видим, что в некоторых случаях уровень кардиальной дисфункции выше, чем в других. Но на самом деле мы не очень понимаем, с чем это связано. Давайте быстренько пробежимся по повреждениям типа первого, по антрациклиновой кардиотоксичности. Вот есть второй тип, но вот внизу зеленый. Это не значит, что они относятся к другому типу. Это значит, что, в общем, они не столь ужасны, как антрациклины. Здесь же, вот вы видите, в этом зеленом списке – теростузумаб, пертузумаб. Вместе они иногда применяются. И мы всегда говорим, мы кардиологи, это плохо, потому что кардио при увеличении нагрузки, кардиотоксичность, соответственно, тоже увеличивается. Что же важно знать и помнить? Вот этот один слайд, на нем вся информация, которую нужно помнить о кардиотоксичности. Вот здесь важные факторы риска. Наиболее важный здесь показатель – это то, сколько антрациклинов вы можете давать пациенту. Да, одна кривая, вот вы видим, чистоту сердечной недостаточности, дозировка доксорубицина, и мы видим порядка 400 миллиграммов. В общем, это допустимая доза. Однако, если вы дадите больше 400 миллиграммов доксорубицина на кубический метр, то пациент уже в опасности. У пациента может развиться сердечная недостаточность, и вероятность этого растет в геометрической прогрессии. Что еще мы здесь видим? Это пожилые пациенты, красная линия, молодые пациенты, зеленая линия. И мы видим, что пациенты старше 65 лет куда более подвержены возникновению сердечной недостаточности, чем молодые пациенты. Ну, понятно, что будьте куда более осторожны с пожилыми пациентами. Ну, к детям это тоже имеет отношение, но сейчас мы не о педиатрии здесь с вами общаемся. Кардиотоксичность антрациклинов не всегда очевидна с самого начала. Адьюантная терапия рака молочной железы. Вот вы видите, да? Желтая линия антрациклины, химиотерапии без антрациклинов. Серый антрациклин вместе с химиотерапией. И мы видим, что разница наступает лишь спустя 7 лет применения этих препаратов. То есть спустя период от 5 до 10 лет, вот в этот период второй пятилетки, мы видим те последствия, которые онкологическое лечение накладывает на сердечно-сосудистую систему. Ну, и это же то же самое справедливо для пациентов с лимфомой Ходжкина. В общем, все тут очень сильно непросто. Это очень сложный слайд. Я не буду очень максимально подробно вам его описывать. Но важно здесь отметить одно. Какой стресс вы наводите на сердце? Сердце не любит стресс. Сердце не любит оксидативный стресс больше всего. Он вызывает массу различных негативных эффектов на сердце. И если вы чересчур надавите, то этот оксидативный стресс приводит к гибели миоцитов. Что же происходит при апоптозе миоцитов? Непонятно пока как, но это, в общем, плохие новости для сердца. Сердечные клетки, которые погибают, они не восстанавливаются. Если у пациента инфаркт миокарда, ткань не восстановится. Мы должны сделать все, что в наших силах, для того, чтобы предотвратить гибель клеток миокарда. Что же у нас есть? Какие возможности? Несколько опций у нас есть для того, чтобы избежать негативных последствий. Первое – это лимитирование дозы. Очевидно, понятно, не надо давать уж чересчур много. Давайте минимальную дозу антрациклина, которую можете себе позволить. Продолжающееся введение может быть также опции, вместо того, чтобы давать, там, я не знаю, вводить в течение 20 минут, давай вводить в течение часа. Идеально, я не знаю, 72-90 часов там. Я знаю, что в случаях саркома. К сожалению, так делают, но никто этим не занимается, никто не парится на эту тему. На меня, для меня, на мой взгляд, сейчас наилучшим вариантом при попытке использования антрациклинов у пациентов с возможностью развития сердечно-состудистых осложнений используйте систему доставки липосом. Она не так токсична, как другие. Вопрос меньше токсичности антрациклина довольно противоречивый. Например, оперубицин, он менее кардиотоксичен, чем доксорубицин. Но, правда, я не очень-то в это верю. Можете почитать об этом в анализе Украина. Дексоразоксан является одним из тоже выходов. Я не думаю, что он, правда, есть в России. В Европе он доступен только для пациентов, которые получают более 350 мг на кубический метр антрациклина. Это кардиотоксичность первого типа. Сейчас же давайте поговорим о кардиотоксичности второго типа. Здесь вопрос включает, я не знаю, сигнальные ингибиторы, массу всего, тростузумаб, лопатениб, тростузумаб, массу вот этих прекрасных новых препаратов, которые вы сейчас используете. Это обратимые последствия. Но мы видим, что частота сердечной недостаточности, вот здесь такая острая сердечная недостаточность, мы видим, что она присутствует. И это необходимо помнить. При использовании тростузумаба любое лечение ГЕР-2 раковых заболеваний все равно приводит к сердечной недостаточности статистически у двух пациентов в среднем, проходящих это лечение. А ведь это очень часто. Анти-ГЕР-2 кардиотоксичность. Зависит это от режима введения препарата. Например, если мы взглянем на клинические исследования по регистрации тростузумаба NSABP B31, мы видим, что частота сердечной недостаточности куда выше, чем то, что мы имели в процессе исследований ГЕР-2, где это, в общем, допустимый показатель. В чем же основная разница? Основная разница здесь в том, что химиотерапия, за которой непосредственно сразу последовал тростузумаб или пертузумаб. Здесь, в исследовании ГЕР-2 у нас был перерыв, который длился практически три месяца. И это основная причина, по которой уровень кардиотоксичности значительно ниже. И это такой тоже второй ключевой посыл, который я хочу до вас донести. Если у вас есть пациент, попадающий в группу риска кардиотоксичности, попробуйте как-то отложить введение сигнальных ингибиторов настолько, насколько это возможно. Причина, в общем, патофизиологическая. Возвращаемся к этому. Вернемся к этому. В общем, большинство этих последствий обратимы. 80% ПЦМов, у которых была сердечная дисфункция, вернулись в нормальное состояние и в долгосрочной перспективе, в общем, чувствуют себя неплохо. Мы видим, что в исследовании ГЕРа здесь показатели довольно хорошие. Однако пациенты NSAB-PB31 тоже через какое-то время не восстановились. История патофизиологии о анти-ГЕР-2 кардиотоксичности вот представлена перед вами. Те же самые рецепторы, которые вы пытаетесь зацепить в онкологическом лечении, присутствуют и в сердце. И для меня, в общем, это удивительно. Ведь то, что вы используете для уничтожения раковых клеток, мы используем вот здесь для того, чтобы сердце продолжало жить. Пожалуйста, помните о том, что сердце – это орган, не способный, не умеющий делить клетки, да, собственные. И у него есть определенные стратегии выживания, конечно. И одна из этих стратегий – это сигнальный путь ЕР-2. Такой обычный сигнальный путь. Это значит, что если вы ингибируете этот сигнальный путь в момент, когда сердце находится в стрессовом состоянии, ничего хорошего сердцу это не принесет. Сердечные клетки будут погибать. И это объясняет то, почему при совмещении тростозумаба с антрациклинами, вот на временных применениях, или при введении тростозумаба непосредственно сразу после антрациклинов, частота и уровень кардиотоксичности значительно выше в сравнении с введением через какой-то продолжительный период времени после химиотерапии. И с этим можно поиграть. Это можно варьировать. Это то, что вы в состоянии сделать для своих пациентов, чтобы снизить риск кардиотоксичности. Я также должен показать вам, что в большинстве исследований ЕР-2, АЛТО, Аффинити, Беатрис, во многих исследованиях они смогли отодвинуть введение лекарства на значительный срок. Иногда, чаще всего, мы не останавливаем лечение, если только функция ФВЛЖ не доходит до уровня 30%. Давайте помнить, норма – это 50%. То есть, в общем, нам есть еще такой размах, есть пространство для маневра до тех пор, пока мы не подвергаем пациента опасности. Однако эти пациенты, в общем, если у пациента есть какие-то симптомы, то это уже не работает. Это все возможно для асимптоматичного пациента. Что же это значит? Как это влияет на вашу ежедневную практику? Перед началом онкологической терапии, химиотерапии, лучевой терапии необходимо провести оценку рисков вашего пациента. Если у вас пожилой пациент с повышенным давлением, с какими-то предрасположенностями к сердечно-сосудистым проблемам, вы знаете, что у него есть определенный бэкграунд сердечно-сосудистой системы, и его риск ардиотоксичности куда выше. В течение химиотерапии и раковой терапии вам необходимо осуществлять мониторинг этого пациента для того, чтобы вовремя выявлять тех пациентов, которые могут попасть в группу риска. Ну и затем не забывайте об этих пациентах после того, как вы их пролечили. Многие из них спустя несколько лет после получения лечения от рака сталкиваются с сердечными проблемами. Не забывайте о них, пожалуйста. Ну и давайте теперь более конкретно поговорим о том, что делать для того, чтобы оценивать возможные риски. Вот перед вами факторы риска при применении антрациклинов. Факторы риска для тростозумаба, как такой конкретный пример. Примерно, в общем, одно и то же. Попробуйте определить, подпадает ли ваш пациент в эту группу риска. Если у нас пациент без каких-то факторов риска, мы допускаем химиотерапию, в особенности, если это молодые женщины. Экодан, мага. Мы можем использовать различные способы оценки сердечной функции. Перед началом терапии, и экодан, кардиография делается в конце терапии, как правило. Однако, это нужно делать только, если нет никаких факторов риска. О функции, сердечной функции необходимо знать все до начала терапии. Если есть какая-то сердечная дисфункция, и вы лечите пациента антрациклином, то огромная вероятность того, что у пациента будут проблемы с сердцем. Итак, в ходе терапии, что необходимо делать? Посуществлять мониторинг своего пациента, если у них одышка, например, если что-то еще подобное. Если к вам приходит ваш пациент с раком железы и говорит, слушайте, я больше не могу спокойно подниматься по лестнице, пожалуйста, не закрывайте на это глаза, это может быть сигнал, который сердце вам посылает. Ну, первое, что приходит в голову, ну, господи, человек, у него, он проходит химиотерапию. Понятно, что будет какая-то побочка, но не забывайте про сердце. Если человек больше не может лежать на ровной поверхности, подумайте о сердце. Это очень важные все симптомы. Посмотрите на своих пациентов, оценивайте их, например, ЭДМ, проверяйте вес, например. Если повышается вес, это задержка, нарушение функции вывода жидкости, это все сердечные признаки. Если вы делаете, пожалуйста, эхо, если вы не делаете эхо, то вы просто не знаете, в каком состоянии сердце человека. Это снова такой непростой слайд, но я хотела бы показать вам, какие стратегии вы можете применять в своей работе. Молодой пациент, 42 года, женщина, ХР2, позитивный рак молочной железы. У нее совершенно нормальная ФЛЖ, вот мы видим 55%, совершенно нормальный. Вот в начале, да, сердце было в совершенно нормальном состоянии, нормальный размер сердца. Затем ей провели операцию в связи с раком молочной железы. Она прошла курс химиотерапии, начала применять растузумаб. Вот растузумаб, таксхол, и внезапно у нее случилась сердечная недостаточность. Вы видите, что происходит с ФВЛЖ. До 35% все упало, это уже очень ненормально. И что вы делаете с таким пациентом? Пациент уже в состоянии сердечной недостаточности. Вы здесь останавливаетесь, вы не продолжаете лечение. И онкологи этой пациентки так и сделали. Они остановили лечение. Ее пролечили с ингибитором АПФ. И вы видите, что произошло. Да, 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 да. Все, а ФВЛЖ восстановилось. Оно не дошло до нормы уже. Но мы были довольно уверены в состоянии этой пациентки. И мы смогли в итоге, были уверены в том, что мы можем без вреда для нее продолжить ее лечение от рака. Мы продолжили тростозума. Посмотрите, что с ее сердцем. Она довольно стабильная. В общем, она хорошо себя чувствовала. Ну, и смогла завершить свое онкологическое лечение в соответствии с тем, как это было ей необходимо. Могу вам также заявить, через 5 лет после окончания лечения она по-прежнему чувствует себя нормально. К чему я все это? Если вы ведете себя правильно, если вы правильно смотрите на пациента, оцениваете, поддерживаете их, вы можете, в общем, и химиотерапию пережить, и многое другое. Однако не забывайте о тех, кто уже прошел лечение. Спустя много лет после лечения от рака они могут столкнуться с сердечными проблемами. Я думаю, очень важно нам сейчас не забывать про всех пациентов, прошедших лечение антрациклинами. Проводить им каждые 5 лет исследования сердца. Мы в нашей кардио-онкологической клинике стараемся, в общем, это делать. Каждые 10-15 лет, спустя 10-15 лет, вы будете в шоке, узнав, сколько вреда сердцу было нанесено этим пациентам. Ну и другая тема – это дети, конечно, педиатрия. Вообще система ужасная. Большинство детей лечатся антрациклином, но и 40% из этих детей затем сталкиваются с кардиотоксичностью. Но это совершенно другая уже тема, не будем туда вдаваться. Не забывайте о лучевой терапии. Я знаю, что наши друзья из... Наши друзья-онкологи говорят, что здесь все гораздо лучше, однако это неправда. Даже с новейшими методами лучевой терапии мы все равно сталкиваемся с проблемами. Как правило, это в основном недостаточность клапанов, но здесь масса различных ситуаций. Здесь это пациенты с лимфомой Ходжкина через 10-15 лет, да, после начала лечения. Ну и чаще всего они проходили, конечно, лучевую терапию, и кардиотоксичность была вызвана именно ей. Дамы и господа, попробуйте не забывать о кардиотоксичности и пробуйте дифференцировать первый тип и второй тип, да, необратимые последствия и обратимые последствия. Пытайтесь выявить факторы риска ваших пациентов, но помните о том, что значительная доля кардиотоксичности выявляется лишь спустя многие годы после начала онкологического лечения. Однако ущерб-то наносится в ходе лечения. Если к нам, да, через 5 лет после лечения приходит пациент к нам в кардиологическую клинику, все, мы же не можем уже ничего сделать, и прогноз, в общем, для него неутешительный. Пациент со вторым типом кардиотоксичных эффектов, в общем, зачастую эффект проявляется в течении лечения. В основном это сигнальный ингибитор, ну и факторы риска, тут тоже есть свой набор, и с этим мы уже можно работать. Если мы, в общем, на довольно ранной стадии их отловили, то мы можем их поддержать и пролечить так, чтобы все с ними было хорошо. Очень важно, делайте то, что мы делаем в Бернии, организуйте хорошую команду, общайтесь со своими кардиологами и пытайтесь вместе как команда работать. И я говорю, что вместе как команда мы сможем вылечить наших пациентов и сделать то, что нужно именно им. Спасибо вам большое.